Российская фигуристка Камила Валиева заплакала во время общения с журналистами после короткой программы на Гран-при России. Камила не сдержала слез во время общения с журналистами в микс-зоне после проката, в котором она установила мировой рекорд. «Я сегодня довольна, рада, что тренеры меня похвалили. Сегодня получила удовольствие от своего катания, но всегда есть к чему стремиться. Образы я бы очень хотела изобразить Пантомима. Когда была маленькой, катала его, сейчас хотелось бы еще раз может на показательных идеальная карьера для меня не хотелось бы об этом говорить как отвлекаясь от соревнований пойти прогуляться с друзьями собакой максимально отвлечься от фигурного катания моя короткая программа это история бабочки который я ловлю и в итоге отпускаю кирилл рихтер говорил что эта музыка памяти эту программу я наверное и в этот момент камила отвернулась еле сдерживая слезы как рассказывать журналисты матч-тв эта программа о моей бабушке которая умерла в 2019 году приводит матч-тв слова валиевой за программу стороны максимум и каскадом тройной лут стороны тулупа второй половине программы 15-летняя фигуристка получила 87 и 42 балла также валиева ответила на несколько вопросов журналистов камила как тебе бить рекорды на каждом старте хорошо я стараюсь делать все что я задумывал на эти старты я делаю свою работу а судя мне ставит оценки камила как тебе кататься при своих болельщиках мне очень приятно всегда выступать в своей стране потому что за тебя люди всегда болеют переживают хотят чтобы ты сделал свой максимум тепло встречают и тебя и всех спортсменов сначала я вышла и мне показалось что сложнее выступать дома но всегда приятно за тобой следят за тебя болеют приходят смотреть на твое катание даже за границей очень часто бывает что очень много русских болельщиков и получается ты никогда из дома не уезжаешь камила есть цель на каждом старте бить мировые рекорды моя цель на сезон катать свои программы на максимум как я могу о баллах я не думаю когда катаю камила сегодня все получилось или где-то чуть больше волновалась большинство элементов я нормально сделала немного лут тулуп можно было делать получше но он тоже был хороший камила на тренировках были ошибки это не помешало никак лучше пусть будет это на тренировках чем на самом прокате я знаю сколько я работала сколько я прошла за этот период тренировок просто выйти и спокойно сделать для меня было главной целью камила расскажи о планах на финал гран-при там будет сложнее мне кажется наоборот будет не легче но как фрустальным потому что четыре человека дай бог из нашей группы просто выходишь спокойно катаешь как на тренировке сказала валиева на заключительном этапе гран-при ростелоком кап в мужском одиночном катании россияне не смогли показать достойные прокаты михаил коляда евгений семененко и марк кондратюк допустили грубые ошибки в коротких программах коляда сделал степ-аут на сальхове затем упал с четверного тулупа и остался без каскада евгений семененко упал с четверного тулупа и ошибся на приземлении с тройного акселя марк кондратюк упал с двух четверных оставшись без каскада по итогам короткой программы коляда занимает четвертое место семененко седьмое кондратюк одиннадцатое после провальных выступлений россияне отказались общаться с прессой и не вышли в микс зону хореограф илья овербух считает что спортсмены поступили правильно они приехали соревноваться они с журналистами общаться когда откатаются будет о чем говорить сказал овербух а вот олимпийский чемпион алексей урманов высказал иную точку зрения по его мнению фигурист должен сдерживать эмоции и не избегать журналистов даже в случае неудачного выступления есть определенный регламент он предусматривает что после выступления спортсмен любого государства идет в пресс-зону и общается с журналистами спорный момент может ли спортсмен отказываться от общения с прессой это зависит от его настроения и остается на его совести алексей но они же общаются не столько с прессой сколько с болельщиками это неуважение к аудитории это правильный вопрос даже при неудачных выступлениях спортсмену лучше всего нужно сдерживать свои эмоции и общаться не закрываться для себя общение с журналистами это анализ можно по горячим следам разобрать много моментов было бы лучше пообщаться с корреспондентами нежели закрыться сказал урманов олимпийский чемпион в мужском одиночном катании алексей ягудин не сдержался во время комментирования коротких программ у мужчин на этапе гран-при в сочи после неудачного проката михаила калиды ягудин заявил пускай меня будут ругать но я скажу так нельзя но нельзя так мы не привыкли к тому что наши фигуристы это какой-то средний уровень у нас великая спортивная держава у нас всегда фигурное катание было на высочайшем уровне но то что показывают сейчас наши мужчины конечно мы их поддерживаем желаем чтобы они завтра реабилитировались но при таких прокатах которые показывают наши мужчины в этом сезоне вообще никаких шансов и так то нет шансов на олимпийский пьедестал в личном турнире но сейчас глядя на то что происходит ну просто нечего сказать если бы они не умели выполнять эти элементы но мы видели на разминке абсолютно чисто исполненные прыжки но почему они выходят и постоянно все срывают это дело в психологии но надо тогда искать подходы чтобы выходить из этой ситуации ноль шансов просто ноль шансов чтобы бороться на олимпиаде с такими прокатами коляда гениальный исполнитель но вот так бронзовый призер последнего чемпионата мира александра трусова выложила новый пост в инстаграм где поблагодарила болельщиков за поддержку спасибо мои дорогие за вашу поддержку за ваше внимание за ваше великолепное творчество за ваши подарки за вашу любовь до скорой встречи в начале сезона фигуристка получила травму ноги и не смогла принять участие на втором для себя этапе гран-при японии фигуристка одержала победу на скейт-эмерика но из-за пропуска этапа она не попадает в финал серии чемпионка мира 2015 елизавета туктамышева в интервью первому каналу рассказала почему продолжает выступать я чувствую поддержку как за меня болеют переживают я это вижу я бы не сказала что отношения как-то кардинально поменялось но я не хочу об этом думать я хочу думать о том как сделать еще лучше программу как бы мне еще улучшить результаты поэтому я стараюсь нейтрально относиться к тому что говорят все вокруг не скажу что стало каким-то символом женского катания это очень громкое высказывание всегда старалась перебарывать себя идти поперек сложившимся правилам для меня это было всегда интересно если есть молодые а возрастных фигуристок становится все меньше это значит что я должна кататься я покажу что это возможно я чувствую в себе силы не могу брать на себя ответственности говорить что я символ женского катания есть еще и другие фигуристки которым за 20 они тоже прекрасно катаются важно просто со всей душой и сердцем относиться к тому что ты делаешь это круто это здорово что уже 10 лет я езжу на гран-при на крупные международные соревнования стою на пьедестале это напоминание себе что лиза туктамышева не такая простая девчонка она просто так не уйдет елизавета туктамышева выступит на последнем этапе роста лаком кап 26 28 ноября джонни вэйр тут беридзе очень сильная целеустремленная но при этом логичная и очень добрая мне она нравится американский экс-фигурист джонни вэйр рассказал как относится к терри тут беридзе недавно он прилетал в москву и посещал ледовый дворец хрустальный чтобы подготовить олимпийские профайлы для nbc с нашими фигуристками если кто не знает то и терри тут беридзе одна из лучших тренеров по фигурному катанию в мире а еще она недавно разрешила нам записать ее профайл для nbc такой один день из жизни она очень сильная целеустремленная но при этом логичная и очень добрые мне она очень нравится сказал вэйр